друзья всем привет я обещал рассказать про honda dv1 и honda hcf2 у меня как раз на съемке в каталогах появилось 3 этих продукта 3 баночки давайте сейчас я кратко расскажу кто делает и где производит и что это вообще за продукты такие honda dv1 продукт производит и dominio американцы соединенных штатах америки эта жидкость является заменой спецжидкости z1 и полностью совместимы со всеми автомобилей в которых применяется z1 по сути дела dv1 это немного улучшенная и доработанная жидкость z1 с чуть видоизмененными параметрами поэтому она взаимозаменяема улучшили некоторые характеристики и упустили эту жидкость 2012 года жидкость это в сша на конвейерах honda где выпускается автомобиль honda она применяется там в качестве конвейерной конвейерного масла вместо z1 в японии не всегда следующий продукт honda 5w30 мы чаще сталкиваемся с вами с продуктом 5w30 который является полусинтетическим эта синтетика она менее популярна дорогущая производит этот продукт для российского бывателя не совсем известный на слуху производитель это philips 66 лубрикан соединенных штатах америки между тем те кто в теме знает что это огромная корпорация большая она является и нефтепереработчиком в том числе у нее свои мощности есть здоровая структура много чего производит я возможно позже сниму по этому поводу небольшое видео делается значит тест на штатах philips 66 и соответственно базовое масло их же используется для производства данного продукта именно этот данный конкретный продукт потому что остальные продукты honda как правило в америке моторно делает демицу именно этот продукт делает philips и последний продукт honda hcf2 transmission fluid это жидкость который производит сша а также едемицу лубриканс америка корпорейшн которая hcf2 предназначен для вариаторов свежих второго поколения это bc5a там blga и так далее это короче говоря honda core 2012-17 годов выпуска honda fit 17 здесь 15 по сегодняшний момент civic 2014 года по сути она отвечает всем критериям который предъявляется автомобильного сделан по технологии air dream я уже рассказывал ранее видео посвященные маслом супер низкими вескостными характеристиками у нас было видео выпущено посмотрите предыдущие где-то там было каталоге жидкость используется только вариатора второго поколения в вариаторах первого поколения использовать ее нельзя недопустимо она не является заменителем или обновлением жидкости hMMF или CVTF и прямых аналогов у этой жидкости нет если вам пытается кто-то впихнуть аналог прямой жидкости hcf2 на сегодняшний момент аналогов прямых нет у нее температура очень хорошая минус 45 градусов для россии но рекомендую интервал замены кстати здесь достаточно невысок он составляет 30 40 тысяч километров поэтому тоже обращайте внимание на это очень важный момент ну все надеюсь это было видео вам полезно меня зовут антон воронков подписывайтесь на наш канал ставьте колокольчики подписывайтесь кстати поддержите к своим лайком и подписью наш канал новый который посвящен коротким видео меньше минуты в которых мы рассказываем краткую информацию техническую по жидкостям оригинальным концу года я думаю что будет наполнен полностью то есть все жидкости оригинальные эталонные банки будут на этом канале представлены всем спасибо всем пока